Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. Я работаю визажистом уже 25 лет. У меня есть своя школа красоты, где я обучаю женщин искусственному макияжу и не только. Я хотела сегодня вам рассказать про свой макияж. И не просто рассказать, а показать те любимые средства, которые я постоянно использую и, может быть, даже периодически покупаю одни и те же. Но я, как правило, всегда нахожусь в таком немного тестовом режиме, для того, чтобы больше понимать о декоративной косметике, соответственно, чтобы вам потом рассказать. И более подробно о макияже, о том, как он делается, все это можно узнать у меня в клубе. Ссылка под этим видео. С чего же начнем? В первую очередь, это, конечно же, с тональных средств. Есть у меня, конечно, свои фавориты. На данный момент мне очень понравился. Я с удовольствием пользуюсь. У меня два тональных средства. Это байтерин, который вот с такой очень оригинальной кисточкой. Вы знаете, не могу сказать, что удобный продукт, но что касается именно текстуры, мне нравится очень. У меня номер 4,5, софт беш. И вот эта вот кисточка подразумевается, что вы нажимаете вот на эту кнопочку, сюда выходит тональный крем. Раз, раз. И потом вы его наносите на лицо и кисточкой растушевываете. Вот лично для меня это неприемлемая техника. Объясню почему. Потому что кисточка, ну, очень жесткая. Настолько, что она просто практически царапает кожу. И мне так это некомфортно, что есть ощущение какого-то легкого раздражения. Еще это не очень удобно носить с собой в косметичке, потому что буквально легкое нажатие. Если вот в косметичке мало места нажмете вот на эту кнопку, то в итоге получается, что тональный крем здесь он сам вылезает. И вы открываете, а у вас все льется. Вот у меня был такой результат. Но сам тональный крем по качеству мне понравился очень. Я любительница, ну что, скажем так, такого натурального макияжа. Это когда кожа как будто бы без тонального крема, но при этом выглядит совершенно. И это просто для меня очень важный критерий. Поэтому я выбираю тональные средства, которые вот очень хорошо как будто бы растворяются на коже, чтобы создать вот этот результат отсутствия средств на лице. Поэтому здесь текстура в этом тональнике, она очень крутая. И вот он здесь все на лице. При этом я его наношу специальным спонжиком. Спонжики мне очень нравятся шик. Просто их обожаю. Они очень мягкие. То есть я наношу вот этой кисточкой тон на лицо, а потом беру спонжик и спонжиком вот так вот распределяю по всему лицу, для того чтобы было хорошее деликатное покрытие, не очень плотное и в то же время при близком рассмотрении тональный крем не виден был на лице. Для меня это важно. Еще одно мое открытие, это тональный крем фирмы ЖАДЕ. Вот просто тоже вот рекомендую, потому что здесь тоже такая вот очень классная текстура. Она эластичная. Эластичная это что? Это когда тональный крем вы наносите, и он как масло, так распределяется по коже, не сразу впитывается, что позволяет как раз очень плотненько, а тоненько его нанести, но при этом с хорошим покрытием. Вот шикарный тональный крем. Его я тоже использую. И вот тут еще смотрите, какая разница. Вот этот байпери здесь нет. SPF совсем, поэтому мне приходится сначала использовать SPF, а только потом тональный крем. А вот идеолик, наверное, так называется, в ЖАДЕ он с SPF 30. Это очень удобно. Следующее средство, тоже, которое покупаю уже не первый раз, это моя любовь, это Airborian BB-I. Чем хорош этот консилер? Как раз для зоны глаз, которая, знаете, как бы просит дополнительного питания и увлажнения. Это когда кожа, она как будто бы немножко проваливается, и морщинки, они становятся более-таки проявлены. Так вот, я выбираю консилер, который мне мои морщины, как будто бы, знаете, напитывает, и они за счет этого разглаживаются. Вот именно этот консилер мне дает такой хороший результат. Это корейский бренд, здесь абсолютно такая вот эластичная, тоже жирненькая, я бы даже сказала, маслянистая текстура, благодаря которой как раз и получается вот это вот насыщение кожей, хорошего питательного крема. И прелесть еще в том, что цвет этого консилера очень хорошо подходит практически всем, потому что он адаптируется под каждую кожу. То есть он вот как бы тает, немножечко высветляет слегка, и при этом очень хорошо увлажняет кожу. Получается такой, видите, еще легкий светоотражающий эффект. Потрясающее средство. Я еще его ношу в косметичке, чтобы в течение дня, когда я понимаю, там мало ли, мне нужно подправить макияж, вот я им подправляю практически на пол лица. Самое интересное, вот у кого очень сухая кожа, вам можно вообще на все лицо. Вот, объем большой. То есть многие говорят, ой, он такой дорогой, действительно он не дешевый. Последний раз я его купила за 3,5 тысячи рублей или 3,6 тысячи рублей. Но девочки, здесь объем 15 миллилитров. Поэтому если мы говорим о экономии, это безумно экономно, просто, нежели если взять консилер с кисточкой. Вот здесь, знаете, сколько обычно? Максимум 2,5 миллилитра. Представляете? Поэтому 2,5 миллилитра вы покупаете там за полторы тысячи, например, да? Ну, этот форт намного дороже стоит, не суть. А здесь у вас за 3,5 15 миллилитров. Это просто в разы дешевле, чем все остальное. Поэтому советую. Следующее, это пудра. У меня есть пудра, которую, к сожалению, уже не купить. И вообще, что касается с бронзерами, я их очень люблю, потому что, когда кожа чуть-чуть смугла, сразу как-то, знаете, посвежее кажешься. Вот. И я периодически покупаю пудры загарные, потому что они каждый год выпускают новые. Чаще всего это будет лимитированная коллекция. Что значит лимитированная коллекция? Это когда выпущена, вот на только на этот сезон. Поэтому, если вы успели купить крутую пудру, замечательно, или сразу покупайте две, чтобы впрок, или вы будете знать, что в следующем году будет какой-то или новый дизайн, или что-то новенькое по текстуре. У меня это пудра Ифраше. Я ее очень люблю. Она матовая. Я покупаю всегда именно матовые бронзеры. Также очень классно, если вы, например, вам сейчас нужно купить, обратите внимание, бронзер в Клоранс. Тоже великолепный. Бронзер я наношу на все лицо кисточкой. И таким образом у меня получается такой красивый, теплый тон кожи. Когда я выбираю бронзер, я стараюсь, чтобы он был по текстуре достаточно такой твердый. То есть, вы когда вот так вот набираете, тестируете, то как будто бы ничего не набирается. Но по факту получается, что цвет слегка, но есть. И когда вы наносите на кожу, нету вот этого пирога, нету наслоения, нету пятен, а при этом легкий загар присутствует. Великолепно. Этого я очень люблю. Следующее. Румяна. Румяна я не использую какие-то одни. И когда там совет, например, там Жанна, точнее, просит совет, посоветуйте, мне нужны какие-то румяна. Я там блондинка, или я шатенька, или я там русая, или рыжая. Какие румяна? Так вот, румяна должны быть холодные и теплые. Почему? Потому что они подбираются в зависимости от того, как вы выглядите сегодня. И румяна, так же, как, в принципе, и весь макияж, он подбирается и под цвет одежды. Поэтому очень важно, чтобы была вот эта вот композиция. Ну и что касается цвета лица, да, поэтому, например, если мне хочется быть более такой тепленькой, вкусненькой, да, как персик, то я выбираю румяна, соответственно, теплой. Если мне хочется быть более свеженькой, я понимаю, что сегодня я не очень выгляжу, прям нужно посвежее, то тогда я использую румяна холодные, розовые. Значит, последнее мое приобретение, то, что мне очень нравится, это тут два в одном, розовые и персиковые. И вот здесь как раз вы можете или смешать все вместе, или только один цвет. Обожаю, просто обожаю вот эти румяна. Потому что очень удобно, что в одной упаковке это арт-деко есть и холодный, и теплый цвет. Он великолепный. Название здесь Blush Couture и цвета нету. Они просто одни единственные. Следующее средство, которое я постоянно использую, и уже сколько я не перепробовала всяких баз под тени, для того, чтобы тени держались хорошо, очень хорошо растушевывались, у меня мой фаворит это база под тени фирмы Mars. Вот база просто великолепно работает в плане как раз закрашивания всяких там венок, сосудиков и стойкость. Прекрасно. У меня цвет medium. Поэтому я, если где-то вижу это средство, сразу покупаю. Хайлайтер для сияния кожи. Без него я не обхожусь никогда. Я предпочитаю хайлайтеры кремовые. Мне очень нравятся. Но вот один из фаворитов тоже я покупаю уже не раз. И у меня есть вот такой вот беленький и есть бежевенький. Ну, я под настроение то один и то второй. Но, судя по упаковке, белый заканчивается быстрее. Надо купить новенький. Это Ewa Mosaic 01 цвет и 02. Вообще просто прекрасные. В чем прелесть этих хайлайтеров, что они очень нежные и такие дорогие по своему сиянию. Есть сияние перламутовое дешевое, а есть вот такое, как бы, знаете, такое богатое, как вот красивая шелковая ткань. И я люблю подсвечивать вот эти зоны, поэтому у меня всегда вот такой вот хайлайтер будет обязательно на лице, чтобы сделать вот это красивое сияние ухоженной кожи. плюс к тому, что у меня кожа, она все-таки больше нормальная, но склонная к сухости, соответственно, я стараюсь вот эту зону, а тут еще у нас минические морщинки, увлажнять. Карандаш и фломастер для бровей. Карандаш у меня фирма Ewa Mosaic кариочи. Я его очень люблю, потому что он идеально мне по цвету и он такой достаточно твердый. Еще я периодически использую это Vivienne Sabon. Мне очень нравится номер 02 и 03. Я просто полюбила DIVAGE. Это маркер для бровей. Маркер это как фломастер. И у меня 01 и 02 цвет. Вот. Очень тоненький грифель и просто вообще прекрасно наносится тоненькая кисточка фетровая. И я могу прорисовать идеально каждый волосок. Как я развлекаюсь в плане цвета макияжа, то это я делаю с помощью карандашей и цветных тушек. Карандаши я покупаю зелененькие, синенькие, голубенькие, фиолетовые. И цвета я выбираю достаточно яркие. Сейчас у меня Stellar так 06 09 Blue Sky вот такой вот карандаш который как раз немножечко чуть-чуть с перламутром и он такой вот очень нежненький по своему цвету, то есть не ядреный, поэтому смотрится красиво. И в данном случае как раз он у меня здесь. Я сделала такую композицию например здесь немножечко синего здесь и здесь. И когда цвет повторяется получается как усиление этого цвета. Ну и плюс вот этот цвет немножечко как отражается в глазах плюс синий карандаш синий-голубой то глаза как будто бы даже и голубые. Ну а когда я хочу зеленые у меня есть карандаш Ева Маза который мне нравится. Я покупаю карандаши которые с перламутром. Они тогда не смотрятся как-то очень жестко агрессивно. Получается очень мягкий макияж. Вот. И у меня есть вот такой вот зелененький это Ева Маза он с перламутром и тоже прекрасно подчеркивает как бы тоже как повторяет цвет серо-зеленых глаз. Таким образом я как будто бы немножко удлиняю размер радужки когда наношу небольшое количество. Я обожаю цветную тушь и даже сейчас у меня на глазах тоже цветная тушь. И раньше я покупала Гой Мандис я многих женщин подсадила на эту тушь всем нравится но говорят что сейчас не купить фиолетовую здесь идеальный фиолетовый цвет в чем идеальность в том что здесь в этой туши этот цвет он достаточно темный видите так сразу не поймешь что фиолетовая то есть она как будто бы такая черная с фиолетовым потоном поэтому на ресницах нет вот этой излишней нарядности цвета и сейчас к сожалению ее не купить что я придумала я придумала я теперь покупаю тушь вот я недавно купила в принципе мне понравилось это Наталья Шик и здесь тушь по цвету фиолетовая красивый цвет очень но она яркая для меня это перебор я люблю когда тушь немножечко все таки поскромнее и я просто ее крашу на черную сначала например черная потом фиолетовая потом опять черная или можно накрасить фиолетовую сверху черную ну вот таким образом а нижние ресницы крашу только этой тушью и у меня получается есть вот этот немножечко фиолетовый потон который на контрасте усиливает серо-зеленый цвет глаз капельки для глаз оку-оку раньше это были оку-метил а теперь это оку-оку еще у меня из моих тоже фаворитов которые мне очень нравятся это кремовые тени кико что я с ними делаю набираю вот таким вот образом тени и подкрашиваю вот в этой зоне для того чтобы вот этот внешний уголок сделать чуть потемнее получается очень быстро и качественно что касается помады блесками я могу даже губы не красить в общем-то для меня это нормально но иногда конечно же у меня всегда в принципе есть какой-то блеск или помада блески арт-деко номер 10 и номер 45 тоже обожаю они вроде бы как похожи но на самом деле они разные номер 10 у него нету дополнительных таких блесточек преломутровых он больше как глянцевый а номер 45 более блестящий и еще я очень люблю вот такие помады карандаш от и фраше у меня два цвета бежевый и вот 0.1 и 0.2 розовый и удобно что можно не глядя просто так накрасить губы и пошла я с вами поделилась если вам было интересно ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы я с удовольствием сделаю видео по вашим запросам и приходите ко мне учиться в клуб до новых встреч до новых встреч